Скиния Скиния Залогом процветания и благоденствия еврейского народа в ветхозаветные времена было почитание истинного Бога Иеговы. За верность истинной вере Бог избрал этот народ для рождения в нем спасителя человечества. Чтобы сохранилась вера, Господь на всем протяжении истории еврейского народа совершал многие чудеса. Одним из них было освобождение евреев из египетского рабства. Господь вывел народ из Египта и повелел ему идти в землю обетованную. Этой землей была древняя Палестина. Именно здесь, через века, предстояло родиться Сыну Божию. Еврейский народ вошел в землю обетованную после сорокалетнего странствия по Аравийской пустыне. Все эти годы Господь не оставлял свой народ. Он повелел Моисею соорудить скинию, походный храм. Она должна была быть видимым знаком присутствия Божия среди избранного народа. Скиния была устроена так, как это было открыто Моисею Богом и состояла из двух частей – святилища и святого святых. Народ собирался для молитвы во дворе скинии. Здесь стоял жертвенник, на котором приносили жертвы, и медная умывальница для священнослужителей. Скиния была сделана из дерева ситтим – аравийской акации и покрыта драгоценными тканями, кожами, золотом. В святилище входили только священники. Здесь был стол, на который каждую субботу возлагались 12 хлебов по числу колен Израиля. Каждую следующую субботу эти хлеба заменялись новыми. Здесь еще был золотой семисвечник и кадильный алтарь, на котором воскурялся Фимиан. В святое святых, которое отделялось от святилища завесы из ткани, мог входить только первосвященник один раз в году. В святом святых хранилась главная святыня еврейского народа – ковчег Завета. Внутри и снаружи он был обложен золотом. Крышку ковчега венчали фигуры золотых херувимов. В ковчеге Завета находилось самое дорогое, что было у еврейского народа – скрижали с десятью заповедями, данными Богом на горе Синай. Соблюдение этих заповедей должно было помочь народу сохранить верность истинной вере. Здесь также хранился сосуд с манною – небесной пищей, которая спасала евреев от голода в бесплодной пустыне. Здесь лежал чудесно расцветший жезл Аарона. Скиния была построена на пожертвование, сделанное каждой еврейской семьей. Святое святых с ковчегом Завета было самым священным местом у евреев. Когда походный храм был готов, Моисей осветил его священным миром. Это особое масло, сваренное с благовонными травами, с древности использовалось для священно-действий. Во время освящения скинии ее покрыло облако и наполнило изнутри. Это было видимым знаком неизъяснимого и таинственного нисхождения и присутствия божественной славы. Отныне это облако не покидало скинии на всем протяжении странствия евреев. Для служения при скинии и принесения жертв Богу было выделено одно колено – один род израильский. Господь повелел, чтобы этим коленом стали потомки Левия. Этот род отличался наибольшей преданностью Богу и истинной вере. И из этого рода вышел пророк Моисей. Левиты охраняли скинию, следили за чистотой и порядком во дворе. Во время странствий по пустыне они переносили на себе часть изкинии и священную утварь. Левиты не имели права совершать жертвоприношения и священно-действия в скинии. Они могли помогать священникам при совершении их. Священство было разделено на три чины. Первосвященнический, священнический Три священнических чина Различались между собой определенной одеждой. Первым первосвященником стал Аарон, Брат Моисея. Его старший сын Унаследовал от отца это право, Передав его затем Своему старшему сыну. Первосвященник, Единственный из всех священнослужителей, Мог один раз в году Войти в святая святых. От имени всего народа Он просил у Бога прощения За все совершенные народом грехи. Священники совершали жертвы И священные обряды, Положенные по закону Божиему. Скиния была местом служения Богу Долгое время. С Кахчегом Завета были связаны Одни из самых удивительных чудес В истории еврейского народа. Перед ним останавливались воды Иордана И падали стены Иерихона. В десятом веке до Рождества Христова Царь Соломон возвел в Иерусалиме Великолепный храм, Который заменил прежнюю походную скинию. Этот храм через несколько столетий Был разрушен иноземными захватчиками, А затем отстроен заново. А еще через некоторое время Пришел черед исполнится Обетованием Божиим о Спасителе. Господь Иисус Христос пришел на землю И воздвиг храм, Который не разрушится вовек. Даже врата ада Не смогут одолеть его. Этот храм – святая христианская церковь. Церковь прибудет на этой земле Не на краткое время, Но до конца века. Церковь не будет побеждена, Не искоренится, Не уступит никаким искушениям, Доколе не настанет конец мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok